Продолжает программу исполнение пятой симфонии Чайковского, сочинение 1888 года. Этому произведению предшествовало время, которое стало очень важной вехой в судьбе композитора Чайковского. Зимой 1887-1888 годов он предпринимает концертное турне по Европе, которое обернулось для него триумфальным успехом. Его музыку восторженно принимали в Париже, в Лондоне, в Берлине, в Праге, в Гамбурге, в Лепциге. Брат композитора Модеста Ильич утверждал, что это был пик славы, который Петр Ильич достиг при жизни. А сам Чайковский рассматривал себя как посланником России. Действительно, первый русский композитор, который добился мирового признания. Но слава не сделала его жизнь проще и беззаботнее. Он был из тех людей, которых постоянно терзают сомнения. Жизнь проходит, идет к концу, а ни до чего не додумался. Так ли я живу? Справедливо ли поступаю? Запись в дневнике 87-го года. И еще одна мысль его волновала. Четность человеческой жизни. Что наша жизнь, когда судьба или случай, или рок или фатум, называйте как хотите, может прервать ее в любое время. И события 87-го года подталкивали постоянно к этой мысли. Уходили из жизни родные, друзья, товарищи. Впервые Петр Ильич увидел смерть так близко. И в 88-м году, ему исполнилось 48 лет, он составил завещание. А лето решил посвятить написанию новой симфонии. Спустя 10 лет после окончания предыдущей, четвертой. Симфония для него была, по признанию его самого, самым лирическим музыкальным жанром. Но нам сегодня, наверное, осознать это трудно, потому что самый масштабный, самый серьезный жанр, вдруг самый лирический. Но это была возможность высказаться до конца полно, открыть свою душу, музыкально исповедаться. И в пятой симфонии Чирковский разворачивает широкую панораму. Жизнь человека с кипящими страстями, неудержимыми устремлениями, робкими надеждами. Как и четвертую симфонию, пятую открывает тема рока, которая проходит через все четыре части, принимая разный облик. И совсем немного времени пройдет после завершения пятой симфонии. Чирковский будет увлечен идеей пиковой дамы Пушкина. Как упоенно он будет работать над этой оперой, и как будет сострадать всем сердцем в судьбе главного героя Германа. Главная тема, одна из главных тем оперы, тема трех карт, по сути дела тоже, это тема рока. Она очень близка по интонациям своим первой теме пятой симфонии, которая вначале звучит глухо и отстраненно. И в бесстрастности ее заключена высшая сила трагедии. Вторая часть симфонии — это гениальная анданте-контабеля. Поет Валторна, выводя дивные в своей простоте узоры. И в этой полноте жизни, полноте счастья вдруг появляется тема рока, и звучит она как безжалостная, смертоносная сила. Третья часть — один из самых знаменитых симфонических вальсов Чирковского. В его беззаботном окружении, кажется, забывается все плохое, но тема рока, она не исчезает. Она скользит вместе со всеми, принимая облик и характер танца и напоминая о своем неотлучном присутствии. А вот в финале, в четвертой части, эта тема кардинально меняется. В светлом хоре струнных, в мажорном звучании так трудно угадать эту тему. Она звучит как настоящий гимн, гимн жизни, всеобщий, всеобъемлющий, всеохватный. У Чирковского было двойственное отношение к пятой симфонии. С одной стороны, он осознавал всю красоту сочиненной музыки. Но вот это решение, когда в финале всеобщая жизнь как бы снимает проблему смерти, она его не до конца устраивает. Точно так же, как и в четвертой симфонии, в финале всеобщий праздник как бы должен развеселить каждого его участника. Мы знаем, как в последней, шестой симфонии, эпатетической, он кардинально решит вот эту проблему. Премьера пятой симфонии состоялась в ноябре 88-го года в Санкт-Петербурге. Дважды Петр Ильич сам руководил исполнением и в этом же месяце в Праге исполнил новое произведение. А в следующем декабре и Москва услышала новое сочинение. Так началась концертная жизнь пятой симфонии, которая вошла в Золотой фонд мировой музыки. Итак, Петр Чайковский, симфония номер 5, ми-минор, опус 64-й, симфония 4 части. Исполняет Тихоокеанский симфонический оркестр, дирижер, заслуженный артист России Анатолий Смирнов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан Добро пожаловать в Казахстан! 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА